Так, вы пока меня подождите. Добрый день, подождите, у меня гость, я сейчас провожу, никуда не уходите. Сейчас, прям минуту буквально. Субтитры делал DimaTorzok Так, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет. Все, я вас слушаю. Спасибо вам, Агнат Стихнович. Алло. Да-да, я слышу и вижу. У меня такой единственный вопрос, касаемый субботнего дня, то есть нужно в этот день покоя соблюдать или нет? Мы должны сказать так, что Ветхий Завет был тенью будущих благ, апостол Павел говорит, тенью, то есть образом истинным, который наступит потом в Новом Завете. Если там ягненка приносили в жертву, у нас Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1.29 Если того Агнеца ложили на жертвенник, там написано из 12 камней, у нас крест, на которого зажили Христа. Это понятно? Так, суббота – это постановление вечное. Не такое, что, как говорят, да, ну, он временное было. Нет, написано постановление вечное, что оно перешло. Суббота, шаббот – это покой. А покой Христос получил когда? Когда воскрес. В субботу. В субботу. Он был в преисподних местах. В преисподних местах. И он там свидетельствовал тем духом, которые ожидали его, душам праведников. И поэтому в субботу мы работаем. Ну, так уже. А уже вечером в 6 часов у нас воскресная служба идет. Вот. Но покой по работе не соблюдали церкви никогда. Но этот день отмечали. Уже в пятницу вечером коленопреклонений не было. И в субботу даже в Великий пост разрешается растительным маслом. А это означает, что поста нет. Вот и все. Игнат Тихонович, а вот в Библии написано, из субботы в субботу будете приходить. И как бы ваше бегство в субботу не было совершено. Это о чем говорит? Ну, вы два разных места взяли. Из субботы в субботу. Это говорит о продолжительности, о несменяемости обещания Божия. А когда говорится о том, что покой в субботнии обретутся, это покой во Христе. Я объясняю об этом. Покой, говорит, тогда, когда человек перестал грешить. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Иго, моё благо, бремя лёгко. А какое бремя лёгко? Служение, исполнение заповедей Божьих. Это два разных места. Первое говорится о нескончаемости субботы. А второе о том, что мы получили покой во Христе Иисусе. А как же он сам Иисус сказал, что когда наступят такие тяжкие времена, что-то в бегство в субботу. Самое главное, не было. Вот субботу. Субботу. Давайте поговорим. О чем речь идёт? Что в это время ожидалась кара Божия, которая пришла при императоре Веспасиане за неполных 30 лет. В 70-м году он оккупировал. А уже осаду закончит его сын Тит. Это иудейская война. А в субботу ворота запирались, выйти нельзя. Будут заблокированы все. И расстояние субботнего пути, то есть связан по рукам и ногам. Поэтому христиане вышли из города раньше, и это случилось не в субботу. Горе беременным, потому что ребёнка не бросишь, и без обижать имеющим сосущими детьми, младенцами. Вот речь шла именно об этом. Я... Так это... Да, тут два вопроса. Они задали, когда это будет, и какой признак твоего пришествия. Когда будет... Это вопрос шёл об оккупации Рима, и второе об исшествии нашем на небо. Чтобы наше бегство из этой жизни, когда мы умрём, не случилось в субботу. Чтобы мы не были бездеятельны. Чтобы, говорят, в чём застану, в том и сужу. То есть два толкования. Потому что вопрос заключал в себе два вопроса. Я понял, Игнат Тихонович. Вопрос исчерпан, я думал. А видео когда выйдет? Ну, примерно дней через восемь. Потому что я не ставлю. У меня очень слабая аппаратура. Только через телефон присоединённо всё. Я тогда внимательнее подслушаю всю эту беседу. Если что, вы не против? Если вопросы какие-то будут, я вам перезвоню тогда. Это не чаще одного раза в месяц. Хорошо. Я очень занят, и много приходится работать. А вот каждый день, в три часа ночи я уже сижу за компьютером. Всё, спасибо, Игнат Тихонович. Слава Христу. Ну, ещё вопросы есть у вас? Нет, нет вопросов. Так, в заголовке будет что-то сказано о субботе. В названии ролика. Хорошо. Так. Спасибо. Слава Христу. Слава Христу. С Богом. Отключайтесь. Слава Христу. Слава Христу. Продолжение следует...